Для спортсменов важная тема дисквалификации, неверно интерпретировав для себя информацию о запрете о рекламе допинга. Я, мы, вы все платите налоги, вот именно за свои деньги спортсмены и могут поехать. Наша федерация что? Вечно либо язык засовывает в жопу и молчит, ничего не говорит, либо когда говорит, не получается, что очень плохо, потому что говорить не очень хорошо умеет. Всем привет, друзья, с вами я Руслан Халец, на канал Генетик. Хотел записать видео позитивное, прикольное, период новогодних праздников, условно опять нашумела для спортсменов важная тема дисквалификации. На этот раз дисквалификация одного спортсмена из Терми, а также, ну на это всем похер было, естественно, потому что парень неизвестный никому. Я думаю решили его там просто получить на местном уровне, а может просто перестарались местные функционеры. Объясню в чем, как и почему. Дальше посмотрите все ребята, то есть федерации, спортсмены, будут полезны, наверное, мысли мои. Но дальше стала вся ситуация поярче, когда через неделю написали Адама Абакаров. Адам мужчина у нас уже достаточно самодостаточный, абсолютно независимый, в особенности от федерации бодибилдинга. Единственное, наверное, что для него важно и нужно сейчас это здоровье, как для любого человека. Вот от своего здоровья он зависит. От окружающих, от федерации точно нет. И Адаму тоже написали, что ай-ай-ай, не рекламируй гормон роста. Гормон роста рекламировать нельзя. И вообще допинг рекламировать нельзя. Но Адам сказал, что я с вами не согласен категорически и очень сильно. И насколько я понял, у Адама я поинтересовался, в общем-то ситуация, так скажем, замялась. Потому что Адам сказал нет. Может быть мы уже договорились на более понятных условиях. Но так просто слились, слились. Откуда пришел приказ, я не знаю, ребята. С верхушки Федерации России, местное управление. Или один-единственный человек из местного управления Федерации решил, так скажем, проявить инициативу. Поэтому не нужно опять на всех, что все там долбоебы, вступают в половые связи не с противоположным полом. Нет, не все. Может быть вообще один-единственный человек совершил ошибку, прочитав или услышав, неверно интерпретировав для себя информацию о запрете о рекламе допинга. Потому что, ну, по сути, как бы, надо понимать их различия между пропагандой и рекламой. Можно по-разному показать информацию о различных препаратах допингового типа. В данной ситуации пошел запрет по гормону РОСА. Ну, во-первых, гормон РОСА не является запрещенным веществом. Его нету в статейных списках. То есть он является только допингом. Он не является сильнодействующим веществом. То есть за него не следует уголовная ответственность. По статье СДВ. То есть это не наркотики, но уже такие серьезные препараты. В нем это очень ряд лекарств, огромный ряд прекурсоров. Прекурсоры, то есть чего можно сделать наркотики в последующем. Почему же это произошло? Первый пункт. Федерация будет быть в России, имеет аккредитацию. То есть федерация это официально, да, имеет право присваивать титулы мастера спорта России, да. То есть вообще мастера спорта вам может быть любая федерация. Захочешь шамин давать? Будет давать мастер спорта NBC. То есть какая-то филькина грамота. Я могу вам сам такую сейчас у дизайнера заказать и будет мастер спорта что угодно. Но именно слово России может давать только федерация по ББР. Но насколько я понимаю, в данный момент у никого толпа от этого нет. У вас не будет ни пенсии, ни зарплаты, ничего. У вас только будет книжка, вы еще подзадолбаетесь ее получать скорее всего. Но сама суть, что это все-таки официальный настоящий документ. Серьезный документ от серьезной организации, имеющей аккредитацию государства. Почему имеет аккредитацию государства? Потому что кто первый стал, того и так. Это справедливо. Там, наверное, крик ребенка сейчас на заднем плане. Ну, в принципе, подходящий фон, наверное. Сейчас его успокоят, думаю, там мороженое продается. Федерация, имея аккредитацию, решила пойти в пути обращения к государству в помощи, о поддержке, о финансировании региональных, я думаю, федеральных нужд организации. То есть оплаты транспортных расходов. Например, вы улетитесь на чемпионат мира. По сути, можно сделать так, чтобы вам компенсировали билеты, вернули деньги. Это очень сложно. Там нужно в один год выиграть. В следующий год поехать. Геморроя куча. Но движение есть определенное. Просто наша федерация что? Вечно либо язык засовывает в жопу и молчит, ничего не говорит. Либо когда говорить, не получается, что очень плохо. Потому что говорить не очень хорошо умеет. А по факту это есть. Например, Леша Кузнецова, вице-шемпиона мира в супер тяжелом весе по бодибилдингу, деньги за поездку на чемпионат мира в Эмираты вернули. Да, вот плохое ФМБР деньги вернуло. То есть не ФМБР вернуло деньги, но они помогли получить деньги от спорткомитета. То есть поступки ФМБР-то просто передаст. И не самый эффективный. Но пошел процесс. И в региональные власти бюджеты спортивные готовы в каких регионах содействовать. И опыт уже есть. То есть можно кубки и медали покупать на деньги бюджетные. Оплачивать скорую помощь. Это, чтобы вы понимали, в Питере, например, 1080 в день. Корректа скорой помощи. А может за два дня. Тут несут тоже дорого. Корректа скорой помощи с врачом, с реанимацией. Она по закону должна стоять на месте проведения спортивных мероприятий. Иначе нельзя. А может там бы даже не один врач. Соответственно, финансирование из бюджета это здорово. Ведь на самом деле мы платим налоги. Я, мы, вы все платите налоги. Вот именно за свои деньги спортсмены и могут поехать. За деньги, которые мы заплатили. И это не самое плохое, я считаю, распределение бюджетных средств. Поэтому это здорово. Но почему об этом не бесшу? Ребята, спортсмены. Вот мы обращаемся в спорткомитет регионов, России с целью получить допинансирование. Давайте вы будете рекламировать спортивные добавки и допинги так, чтобы мы не получили по шее. Ведь есть вот самотекс. Ребята в футболках. Давайте почувствуем. Чемпион России. Футболки самотекс. Вице-чемпион мира. Футболки самотекс. Финалисты чемпионата мира. Футболки самотекс. Призеры. Чемпионы. Куча всего, что есть по дебютке. Футболки самотекс. Ну, кстати, один спортсмен получал претензии в свое время, это дали Росматов, но потому, что он рекламировал не тот гормон роста, который можно было рекламировать. Да, но это в Петербурге. Вы понимаете сами, да? Даже двойные стандарты. Ведь производитель промокологии в Петербурге может быть генспонсором турнира. Или официальным партнером, не суть. И я ничего плохого не вижу. Тут не нужно кидаться в говно. Эти там две компании. Вообще, Фрэнку вообще отдельный респект. Фрэнк спонсирует кучу людей, кучу спортсменов, поездки и мероприятий. И поддерживает спорт. Ну, у него, например, бабки на этом есть. Да и слава богу, он молодец. Он молодец, большой. Ну, вообще, пора свой сделать. Бейчел чем какой-нибудь. Просто нужно было со спортсменом. Ребята, вот если такую штуку объявим, давайте будьте поаккуратнее. Не должно быть именно пропаганды, то есть призыв к приему. Описание терапевтических свойств вещества не является призывом. То есть кто-то напишет, что ребята, вы знаете, гормон роста сжигает жир, ускоряет регенерацию, там, омолаживает, там, организм, бла-бла-бла. Это же не реклама, не призыв. Это просто описание его свойств, как вещества. Это, знаешь, вода увлажняет. Это не пропаганда пить воду. Ну да, она же мокрая. Ну что поделать, вода утоляет жажду. Вот такой вот рекламный слоган можно придумать. Вот поэтому не все так плохо. Это просто, как обычно, дуру где-то рубанули, поторопились, сделали не совсем верное решение, неправильно его озвучили. И вот получили всегда волну негатива. Поэтому есть моменты, где федерация двигается в верном направлении. Нет. Это просто только они не могут это делать. И очень долго это делают. Надо тоже не забывать, там, кучу историй. Может быть, делалось там не все супер круто и здорово, чем хотелось. Но, опять же, где все те умники, что могли бы это делать? Ладно, я там еще там. Когда все уже было в рассвете, я только пришел в эту индустрию. По сути. Да, сейчас я там уже опытом могу о чем-то судить. Вы поверьте, меня тоже никуда там в президиум не приглашают или вообще пообщаться, послушать, что-либо мнение. Там в своей каше варятся абсолютно. Скажите, не самыми верными популярными решениями. То нехорошо. Если кто смотрит, там, из ребят, из Питера, приглашайте, я приду, хоть пообщаемся. Может, к чему-то здравому совместно придем. Поэтому вот вам причина дисквалификации. Попыты дисквалификации. Это исключительно средства для того, чтобы, так скажем, смезить накал страстей, кстати, на допинг в России. Сейчас вообще скандалы серьезные. Вся сборная олимпийская странена от олимпийских игр. Это тоже серьезно. Чтобы вы понимали не только гормон рост и претензии. Милдранат тоже нельзя рекламировать. Милдранат – это допинг по версии ВАДА. А мы сейчас обсуждаем дисквалификацию за рекламу допинга. Милдранат скоро там еще, по-моему, может. Комплевит. В комплевите превышение, ну, по калию, что ли. Это слишком много калия. Могу врать. Что-то делать. Не давайте так, это условная ошибка. Комплевит тоже запрещен. Ребята, спортсмены, ни в коем случае не фоткайте с банкой комплевита, потому что вас могут отдисквалифицировать. На этом давайте пока, поставьте лайк, напишите свое мнение по этому поводу. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok